Сейчас мы покажем, как мы делаем тушенку. Мясо нужно резать на небольшие кусочки. Заранее нужно натереть на терке морковку, лук, лук нарежать, приготовить специи для мяса в чашке. Сейчас мы будем стилизовать спиртом банки. Наливаем в первую баночку спиртку. И потом выливаем и по порядку. Крышку прижимаем спиртку. Банки постиризовали. Мясо нарезали. Сейчас нервная баночка. Нет, мы сначала уложим горошек в тушенку. А, в каждую баночку нужно положить перец, горошек душистый. По несколько штук. А здоровый лист? По одному листу надо. По одному листу надо. На здоровый листу надо. По одному листику. А, подожди. Надо ещё салованы крутить. Намололи салованы. Ещё. Значит так. Возу морковки. Луком. Сало. Нервная баночка. Нервная баночка. Нервная баночка. Высыпаем в чашку. Насмерная ложка, положим в госру. Нервная ложка, ложка, чайная ложка специй. Чайная ложечка соли. Солик. Это все перемешиваем. Все это просто перемешиваем. Все это перемешиваем. Все переливанные банки. Закладываем. Лук, морковка, сало. Опять же, не полную баночку мяса. Вываливаем чашку. Соль ложечка, специи ложечка. Все это перемешивается. Я спрашивал дядю Толю, почему он не перемешает все ингредиенты сразу и потом не раскладывает сразу по баночкам. Оказалось, все дело в количестве соли. Соль так трудно или не доложить, или переборщить. И тушенка будет или пересоленая, или недосоленая. Чтобы этого избежать, каждая баночка накладывается по отдельности. И солью уже не ошибешься. Ну вот и так все баночки. Накрутили 24 баночки. Сейчас мне осталось их провалить в автоклаве. Но сейчас я буду баночки заделать в автоклав. Автоклав у дяди Толи тоже непростой. Он полностью переделал заводской автоклав, который пришел такой, что и готовить в нем было страшно. Какая-то жестянка, отовсюду пар идет. Ну не автоклав, а пародия на него. Мы здесь то ли даже сняли сюжет, как нужно переделать такой автоклав, чтобы готовить в нем полноценный продукт. Ссылочку я оставлю под видео, посмотрите. Автоклав в принципе можно и самому сделать. Было бы из чего. Так вот. Бывает баночки, а вот эти одинаковые, эти одинаковые. Эту удобную ручку для автоклава дядя Толя тоже сам придумал. Попробуй засуль в кастрюлю вот этот пакет из 8 банок на плюс металл сверху и снизу. А попробуй вытащить его, когда он горячий. Для этого и была придумана железная ручка. Попробуй. Попробуй. Угу. Продолжение следует. Продолжение следует... Ох и делов было с этим автоклавом. То давление не держит, то наоборот крышку у него шаром выгибает. Но Ди Толя все победил. И ставим заперчивать. Продолжение следует... 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 Вот я посоветовал охотникам, рыбакам, купить вот такой автокласс. На 8 баночек. И делайте, что хотите. Тушонку, рыбные консервы, всевозможные каши, куриные крылышки, речки куриные, да что такое, все что угодно. И все это будет вкусно и невредно, потому что в своем мясе в диком нет никаких добавок. Все становится диетическим. Завтра вторую палочку буду делать. Вот сколько мы делаем тушонку, еще ни одна баночка не пропала. Так что делайте и покупайте в магазине всякое дерьмо. Это не так уж сложно и сделать. Мы подробно показали, как это делается. Угу. 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 Продолжение следует...